Воскресенье 20 сентября с профессиональным праздником поздравят тех, кто ежедневно борется с нелегальной миграцией, нарушением административного законодательства и обеспечивает бесперебойное оформление грузов и товаров в стране. В Беларуси в 23-й раз отметят День таможенника. На что делают акцент в Гомельской таможне сегодня в следующем материале. Канун своего профессионального праздника белорусские таможенники усиленно работают. Это связано с тем, что пункт пропуска Новая Яриловича 16 сентября закрыт. Продлится это до конца месяца. На нейтральной территории в пункте пропуска Новая Гута стоят десятки фур. Водители волнуются. Некоторые из них везут скоропортящийся товар, который нужно доставить в срок. Белорусская таможня предпринимает все возможные меры для того, чтобы обеспечить максимальный пропуск и перемещение грузов и физических лиц. Рекомендуем учитывать данную информацию при пересечении белорусско-украинской границы. Еще на минувших выходных на белорусско-украинской границе было оформлено 900 грузовых транспортных средств. После ограничения движения через Новое Яриловича количество фур уменьшилось в более чем 3,5 раза. Всего 247 грузовиков. Существенное падение негативно сказывается на эффективности и результатах внешнеэкономической деятельности. Порядка 150 таможенников отправлены в пункты пропуска Новая Рудня, Камарин и Веселовка. Данные меры приняты для того, чтобы более оперативно происходило таможенное оформление грузов и товаров, а также чтобы не было задержек на границе. На работающих пунктах пропуска для предотвращения распространения COVID-19 продолжает действовать ряд мер. Теперь не нужно размещать продукцию на экспорт в зоне таможенного контроля. Организованы зеленые коридоры для товаров первой необходимости. Запуск машин с таким грузом проходит вне очереди. Также продолжают работать отдельные электронные почтовые ящики в ведомственных пунктах таможенного оформления. Это позволяет оперативно предоставлять должностным лицам таможни документы и сведения, необходимые для совершения таможенных операций. Должностные лица, которые контактируют и проводят контроль граждан, которые перемещаются с границей товаров, проводят они обеспечены масками, резиновыми перчатками, также дезинфицирующими средствами. Сторонними организациями производится санитарная обработка территории, всего пункта пропуска. Где-то три раза в сутки административные здания РПТО «Новая Агута» тоже проводится дезинфекция всех помещений, там, где находятся должностные лица. Продолжается работа и по выявлению нелегальных товаров. В июле этого года из России в Беларусь пытались ввести 800 килограммов молочной продукции. Нагруз документов не было. Таможенники вернули продукцию обратно в Россию. Периодически выявляют и нарушителей других категорий. В августе в пункте пропуска «Новая Агута» собака нашла спрятанные в сумке украинца три свертка с марихуаной. Таможенный досмотр подтвердил реакцию собаки. В личных вещах украинца был обнаружен полимерный пакет, в котором находилось три бумажных свертка. После вскрытия одного из свертков установлено, что в нем находится вещество растительного происхождения зеленого цвета. 48-летний украинец не смог ничего объяснить по поводу нахождения данных запрещенных веществ у себя в личных вещах. Еще один случай произошел спустя месяц. Собака обнаружила марихуану у украинца. В кармане брюк мужчина перевозил полимерный пакет, в котором находилось измельченное растительное вещество зелено-коричневого цвета. Как пояснил 42-летний гражданин, марихуану он вез для себя, чтобы употребить перед поездкой. Однако данный факт не спас украинца от уголовной ответственности. Про ответственность, законы и работу таможни можно узнать даже в школе. Для профессиональной ориентации детей и молодежи созданы и успешно функционируют таможенные классы. На сегодняшний день в нашем регионе есть шесть профильных классов. Пять из них в Гомельской средней школе номер 19 и один в Мозырской средней школе номер 8. Всего 138 учащихся, которые в будущем планируют сизать свою жизнь с таможенной службой. Я хочу быть таможенником, потому что хорошая зарплата. Мне нравится, как это все обследуют, ищут. То есть можно так даже чьи-то жизни спасать. Я бы хотела, потому что это очень интересно и хорошая зарплата. Ну, здесь очень строго надо носить форму, потому что эта форма – это, во-первых, твое обличие. И если у тебя не будет галстука, то есть ты уже не полноценный таможенник. Впервые преподаю в таможенном классе. И если сравнивать с обычными классами, то в первую очередь, наверное, следует отметить это дисциплинированность учащихся таможенных классов, наверное, какую-то их осознанность выбора этого направления и более сосредоточенность, наверное, на том предмете, на котором, ну, конкретно я преподаю – это русский язык и русская литература. И если мы с ними говорим о каких-то нравственных темах, что касается чести, достоинства, мужества, то таможенные ребята из таможенных классов выдвигают очень такие интересные мысли, делятся какими-то своими такими жизненными наблюдениями. Ну, наверное, вот это и есть такая отличительная черта от других, скажем так, нетаможенных классов. В этом году штат Гомельской таможни пополнили 12 человек. Накануне профессионального праздника они приняли присягу. Руководители ведомства отметили, что новым сотрудникам предстоит работа, требующая внимания, серьезного знания закона и постоянного самосовершенствования. Вероника Гомзюкова, Евгений Макеенко. Специально для программы «Дефакто».